История России, восьмой класс, под редакцией Таркунова. Параграф 5. Реформа управления Петра I. Создание Сената и коллегий. Наметившаяся еще в XVII веке тенденция к абсолютизму потребовала еще большей централизации власти в условиях Северной войны. В 1699 году вместо Боярской думы была организована Ближняя канцелярия, переименованная в 1708 году в Консилию Совет Министров. Следующим шагом было создание в 1711 году правительствующего Сената, ставшего высшим правительственным учреждением. В первый состав Сената вошли 9 ближайших к царю сановников. Граф Иван Алексеевич Мусин-Пушкин, боярин Тихон Никитич Стрешнев, князь Петр Алексеевич Голицын, князь Михаил Владимирович Долгоруков, князь Григорий Андреевич Племянников, князь Григорий Иванович Волконский, генерал Михаил Михайлович Самарин, генерал Василий Андреевич Апухтин и Назарий Петрович Мельницкий. Обер-секретарем был назначен Анисим Щукин. Первоначально создание Сената было обусловлено необходимостью управлять государством во время частых отлучек Петра I. В конечном итоге Сенат приобрел законовещательные, судебные и контролирующие функции. Однако, несмотря на широкие полномочия и высокий статус, Сенат не подменял собой царя и не ограничивал его власти. Вскоре была учреждена должность фискалов, в обязанности которых ходили тайный надзор и сыск нарушителей государственного порядка, взяточников, воров. Фискалы назначались и на местах, осуществляя контроль за местными властями. Им были даны неограниченные полномочия. Источники свидетельствуют, что фискалов не наказывали даже за ложный донос. В 1722 году над деятельностью Сената также был установлен контроль. Была введена должность генерал-прокурора, которую занял видный государственный деятель и дипломат Павел Иванович Ягужинский. Он был посредником между Сенатом и Государем, заведовал делопроизводством и руководил прокуратурой. Петр называл генерал-прокурора оком государевым. В 1718-1721 годах громоздкая и неэффективная система приказов была преобразована в систему коллегий. Новые органы центрального управления отличались от приказов двумя принципами. Они управлялись коллегиально и функции были четко разделены. Первоначально было учреждено 11 коллегий. Каждая из них ведала определенную отрасль управления. Например, коллегии иностранных дел внешней политикой, адмиралтейская – флотом, военная – сухопутными войсками, камер-коллегия – доходами, штат-коллегия – государственными расходами, мануфактур-коллегия – промышленностью, главный магистрат на правах одной из коллегий ведал городами, преображенский приказ – политическим сыском, вотчинная коллегия – дворянским землевладением. Для руководства их деятельностью были изданы генеральный регламент и регламенты каждой коллегии. Подчинялись коллегии непосредственно Сенату, который совместно с царем назначал их президентов. Центральное место в системе управления занимала тайная полиция. Делами о государственных преступлениях ведал преображенский приказ, а затем тайная канцелярия, находившаяся в ведении самого императора. Многие принципы организации государственного управления, принцип совещательности, жесткого подчинения нежестоящих инстанций вышестоящим, четкого разделения полномочий между ведомствами Петр заимствовал у Швеции своего противника в Северной войне. Указ о единовластии, табель о рангах. В 1714 году Петр подписал указ о единовластии, запрещавший дробление дворянских имений, так как это часто приводило к разорению дворян. Этот указ юридически ликвидировал различия между поместьями и водчинами, превратив их в единый вид дворянской земельной собственности. Теперь не существовала разницы между дворянским и боярским землевладением. В 1722 году император принял табель о рангах. Теперь старая и новая аристократии уравнивались и в служебном положении. Согласно новому закону, служба делилась на гражданскую и военную. Было определено 14 классов, рангов, чиновников. В гражданской службе от коллежского регистратора до канцлера, в армии от прапорщика до генерал-фельдмаршала, на флоте от Мичмана до генерал-адмирала. Всякий, получивший чин 8 класса, становился потомственным дворянином. Чины с 14 по 9 давали личное дворянство без права передачи по наследству. За свою службу чиновники получали земли и крестьян, а также денежное содержание. Такая система давала возможность служебного роста любому служилому человеку, независимо от его происхождения. Реформа местного управления. Реформа управления коснулась и местных учреждений. Высшей единицей административно-территориального деления вместо уезда стала губерния. В 1708 году Россия первоначально была разделена на 8 губерний. Ингерман-Ланскую с 1710 года переименованная в Петербургскую, Московскую, Киевскую, Смоленскую, Архангелогородскую, Казанскую, Сибирскую и Азовскую. Во главе каждой губернии стоял губернатор или генерал-губернатор с административными, полицейскими, финансовыми, судебными функциями. Генерал-губернаторы были также командующими войсками в подчиненных им губерниях. В дальнейшем, в 1719 году губернии были разделены на 50 провинций, а провинции на дискрикты. Во главе провинции стоял воевода, а во главе дистрикта – земский комиссар. Высшей территориальной единицей Российской империи становилась провинция, а губернии выполняли роль военных округов. Провинциальные воеводы находились в подчинении губернаторов только в военных вопросах. В гражданских же делах они напрямую подчинялись Сенату. Особый режим местного самоуправления существовал на Украине. Власть здесь принадлежала Гетману. Однако для контроля за его действиями, особенно после измены Гетмана Мазепы, была создана малороссийская коллегия, которую возглавлял царский офицер. После смерти в 1722 году Гетмана Скоропадского выборы Гетмана были запрещены и на эту должность стали назначать царским указом. Главной целью реформы административно-территориального устройства страны было укрепление ключевых территориальных единиц для централизации власти на местах. В 1699 году в России началась городская реформа. В Москве была создана Бурмистерская палата, которой подчинились земские избы городов. В ее состав вошли бурмистры, должностные лица, избиравшиеся посадским населением. Вскоре Бурмистерская палата была переименована в Ратушу. Ратуша стала центральным государственным учреждением для управления городским торгово-промышленным населением России, являясь одновременно и финансовым учреждением, и высшей судебной инстанцией для городского населения. Земские бурмистры все доходы и подати отправляли в Ратушу. В 1718 году большинство полномочий Ратуши было сосредоточено в коммерц-коллегии, которая должна была заботиться не только о развитии торговли и промышленности, но и сословных интересах торгово-промышленного населения России. В 1721 году был издан регламент главного магистрата. Члены главного магистрата и городских магистратов назначались императором и носили чин по табеле о рангах. Подведем итоги. Реформы управления Петра I с одной стороны повысили централизацию и эффективность государственного управления и способствовали окончательному оформлению абсолютной монархии, но с другой привели к формированию регулярного государства, основанного на бюрократизации государственного аппарата, слежке и полном подчинении всех сословий верховной власти.